Так, добрый вечер. Хотел сказать, вечер, день еще. Мы всегда здесь стараемся начинать вовремя. Ну, сейчас еще не все подошли, но я предлагаю все-таки начать. Сегодня вообще-то святой день, действительно святой. Сегодня праздник, но он называется по-военному, день ракетных войск и артиллерии. Но это ведь начало контрнаступления наших войск под Сталинградом, то есть начало нашей победы. И, по-моему, пускай меня поправят, по-моему, сегодня 80 лет, вот это, именно 80, да? Вот, плюс тому праздник... Саша, слышишь на гитару, нет? Праздник праздником, но я понимаю, у всех не очень-то праздничное настроение, но мы все-таки отметим этот праздник. Но только, как сказать, мысли наши не здесь, мысли наши сейчас на войне, которые в очередной раз наши армии и государства оказались полностью не готовы. Но все равно победа будет за нами. Я поэтому начну с песни, даже, может, это стихотворение, а не песня, которую написал, по-моему, в конце 90-х или в самом начале 2000-х, когда, помните, были две чеченские компании, и столько мы людей потеряли, и была такая безнадежность, да? Но это мы преодолели. И сейчас чеченцы уже называют себя пехотой России, и, кстати, неплохо воюют на нашей стороне. Я эту песню старался, и тогда старался пореже петь, но однажды в такой боевой компании спел, они говорят, а вы ее чаще поете, я говорю, а почему? Говорят, а после нее хочется встать и пойти, говорит, поповевать. Пусть красные звезды в Кремле погасили, Пускай над Москвою царит воронье, Но если мы все же родились в России, Давайте сегодня умрем за нее. Пускай нас невесты вернуться просили, Однажды не сдержим мы слово свое, И если в бою не спасем мы Россию, Давайте сегодня умрем за нее. Быть может, на свете есть земли красили, Где небо без облачней легче житьем, Но если мы все же родились в России, Давайте сегодня умрем за нее. Пусть красные звезды в Кремле погасили, Пускай над Россией царит воронье, Но если мы все же родились в России, Давайте сегодня умрем за нее. Но теперь все-таки праздник есть праздник, И мы здесь много присутствует, Выпускников военной академии имени Дзержинского. Это вообще-то академия ракетных войск Стратегического назначения, Но при участии главного разведного управления КГБ, Поэтому здесь есть ребята из ГУРУ и из КГБ. Но мы всегда свято отмечаем день ракетчиков, Ракетных войск. Сейчас его куда-то передвинули, Стратегические войска в другой день что-то отмечают, А мы всегда 19 ноября. Хочу спеть песню, которая здесь уже звучала, Только скажу, там есть некоторые термины. БРК – это боевой ракетный комплекс, ЗИП – это запасные инструменты и приборы, И напомню, что некоторые наши первые тяжелые стратегические ракеты Летали на чистом спирте. Мой дом – ракетные войска, Я родился на БРК, Но головная часть моя была без ЗИПа, И я валяю дурака, Люблю и пьянствую пока, Люблю до одури и пьянствую до хрипа. Шинель повысвела уже, Я на последнем рубеже, Но есть гитары и невырванные зубы, Ведь я за мир стою в душе, Ведь и мне Даяна, и Маше, И даже Мау одинаковы сугубо. Но я защитник, я плод, Меня ведь партия ведет, И говорят, что я давно един с народом. Конечно, пью, а кто не пьет, Ракета, знаешь, сколько жрет, А ничего, летит во всякую погоду. Конечно, пью, а кто не пьет, Ракета, знаешь, сколько жрет, А ничего, летит во всякую погоду. Мой дом – ракетные войска, Я родился на БРК, Но головная часть моя была без ЗИПа, И я валяю дурака, Люблю и пьянствую пока, Люблю до одури и пьянствую до хрипа. А вот когда еще шла афганская война, Примерно 87-й год, А я тогда работал в военном отделе «Правда». И вот несколько сильных, умных мужиков Из ЦК комсомола, Они затеяли одну штуку, А именно мы решили объединить Вот тех, кто отслужил в Афганистане И сделать движение воинов-афганцев. Мы назвали его «Движение молодых воинов-запаса», Чтобы не сильно раздражать, да. Но потом мы сделали это, да. И вот эти демократы И всякие сволочи из СМИ, Типа Генрих Боровик был такой, Кстати, отец моего приятеля Артема Боровика, Они организовали какие-то новые общества, Союз ветеранов Афганистана, Там-то-то-то, Союз воинов-интернационалистов, Потом позже боевое братство, Дали какие-то льготы, И поэтому вот те, Кто отслужили настоящие воины, Они превратились, А, льготы какие-то коммерческие, Они превратились в бизнесменов и бандитов. Я очень боюсь, что вот после этой войны, Которую мы выиграем, То же самое произойдет. Поэтому я напоминаю Одну из своих старых песен, Которая с этим связана. Называется «Братья по войне». Над бессонною кроватью Желтый снимок на стене, Где вы, братья, где вы, братья, Мои братья по войне, Заключенные в объятия, Предававшими в огне. Вы куда идете, братья, Мои братья по войне? Не на вас лежит проклятие За безумие в стране. С кем вы, братья, С кем вы, братья, Мои братья по войне? Вас не вправе осуждать я, Но все чаще снятся мне, Невернувшиеся братья, Наши братья по войне. Да, надеждою и статью Мы такие же вполне. Отчего ж так стыдно, братья, Перед снимком на стене? Как ни странно, Примерно 50 лет назад, Когда мы были курсантами Вот этой ракетной академии, Очень многие из нас были, Не то что антисоветчиками, Больше белыми, чем красными. Вот это целая романтика, И поэтому одна из песен, Правда, я написал позже, Но на эту же тему. Ах, пуля, конечно же, дура, Но это еще ничего. Бьет штаб с капиталом из главпура, С корнетом из войск ПВО, Кремлевские звезды в оконце Опять обратились в Орлов. Восходит трехцветное солнце Из красных советских углов. В музейном Успенском соборе Гремит литургия опять И значит, за Черное море Нам снова пора отплывать. Сбежится с окраин союза Орда голопузых господ Стреляя, босевший от груза Отчаянный наш теплоход. А впрочем, куда торопиться Товарищи штабс и корнет? Еще мы успеем напиться И в землю зарыть партбилет. Ах, пулям, конечно же, дурам, Но это еще ничего. Бьет штаб с капиталом из главпура, С корнетом из войск ПВО. Бьет штаб с капиталом из главпура, С корнетом из войск ПВО. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне иногда стыдно, что у меня почти нету таких В хорошем смысле религиозных песен. Я сам верю в Бога, могу это честно сказать, Но я не очень верю в нынешнюю церковь И в нынешние монастыри, которые захватывают земли И становятся самыми богатыми там в округе и все прочее. Но давно уже, правда, лет 15-20 назад Случайно заехал в окраинный район Московской области Талдымский. И там в совершенной глуши Разрушенный монастырь, И который восстанавливает две монашки. Две молодых девчонки Их перевели оттуда из Новоголутвинского Коломенского монастыря. Это большой женский монастырь, да? Вот. И одна чуть постарше, Она стала настоятельницей, А другая была ее единственной подчиненной. Другая молодая, Она мне показывала вот этот заброшенный двор, И мы нашли с ней подкову, Эта счастливая примета, Потом лазили на какую-то разрушенную колокольню. В общем, в этом песне называется «Подкова». И откуда взялась-то подкова На пустом каменистом дворе? Это было в селе Маклакова В Александровском монастыре. Это было в селе Маклакова В Александровском монастыре. Не по возрасту верить в приметы, Не по чину мечтать о любви. Догорает Господнее лето, Угасает волнение в крови. Догорает Господнее лето, Угасает волнение в крови. Отчего же прерывисты речи И подковка забыта в руке? Почему содрогаются плечи И сползает слеза по щеке? Почему содрогаются плечи И сползает слеза по щеке? И до старости сердце готово Вспоминать, как на поздней заре Мы прощались в селе Маклакова В Александровском монастыре. Мы простились в селе Маклакова В Александровском монастыре. Здесь присутствует еще... Ну, здесь много замечательных людей. Я не хочу никого подставлять, но хочу сказать, что есть и десантники, И хочу спеть песню, которая называется Небольшую, но настоящую войну. В ней возвращался в город шую, В свою любовь, в свою весну. И вновь, как в юности, Бывала на берегу реки родной, Ее бросал, как покрывалом На плечи девушки одной. Дрожали синие полоски Девчоночи, касаясь плеч, И поцелуев отголоски Перебивали нашу речь. Еще не раз после Афгана Я в ней летел сквозь небеса И штопал хлопковые раны Уже не веря в чудеса Ношу гражданскую рубашку И не заглядываю вдаль Но ту десантную терняшку И ту любовь немного жаль. Но ту десантную терняшку И ту любовь немного жаль. Одна из первых песен, Которую написал После первой поездки в Афганистан Называется «Вечерний свет». Вечерний свет в горах погас, В ущельях сыром и темно, Вода во флягах, как вино, Война не понимает нас. Пусть оставались мы не раз В ущельях с ней наедине, Но ни на склонах, ни на дне Война не понимала нас. На гребне высланы посты, Их поменяют через час. Война глядит из темноты, Она не понимает нас. А мы опять не сжжем костры, А мы уже не тушим глаз, Война не понимает нас, Иначе вышло из игры. Вечерний свет в горах погас, В ущелье сыро и темно, Вода во флягах, как вино, Война не понимает нас. А когда мы учились в этой ракетной академии, Хотя у нас была специальность более электронная такая, Не так, что уж мы прям что-то в ракете гайки там закручивали. Но нам приходилось ездить по разным местам, В том числе то, что мы знаем, Как космодром, Байконур, Тюратам. Это станция Тюратам на железной дороге. Кстати, Перед этим самым Тюратамом Станция называется Секс-Аул. А сам этот город Ленинск, Он вообще относится к Зыло-Ординской Области Казахстана. Ну, еще одно название Этого места, Даже два названия. Мне туда приходилось летать самолетом, Это там Аэропорт Крайний. Вот. И еще, Напомню, Четвертый Какой-то Главный Научный Какой-то Военный полигон Министерства обороны. Это все одно и то же место. Вот у меня песня была Еще в курсантские годы. Я сегодня, извиняюсь, Буду много старых песен петь. Мне хочется, Чтобы как-то Не только мои однокашники, Но и все, Кто здесь присутствует, Вернулись бы В светлые времена Примерно Семидесятых годов Прошлого века. Вновь колеса, колеса И казенный дом, Но монетку подбросил, Падает орлом, Значит, Путь далек Лежит нам на восток. Снова Путь далек Лежит нам на восток. Где верблюды, Где верблюды, Верблюды, Корабли пусты, Где казахские юрты, Чахлые кусты, Где придут стада В город Город Кзылорда, Где придут стадам, Город Кзылорда, Где рассвет и закаты Незнакомые, Где мы просто солдаты, Парни скромные, Где нам вслед вдохнул Город Секс-Саул, Где нам вслед вздохнул Город Секс-Саул. Вновь беседы о жизни, И коль долг велит, Мы послужим отчизням На краю земли, Не поленимся Пить мы в Ленинске Не поленимся Братцы в Ленинске Ну что еще меня там Через полвека удивляет? Ведь не я один там был Вот среди курсантов Белогвардеец. Ведь даже наши начальники, Полковники с нами разучили, Ну уж как минимум царские песни, Чтобы в строю там мы пели Звейте соколы орлами, Полно горе галевать и так далее. То есть тогда была эпоха какая-то, да? И мне не стыдно. В общем, я одну песню Спою из той поры, Который обычно не пел. От погон золотых Не светлей на чужбине Снова карты и боль, И вино до утра, Словно только вчера Отплывали из Крыма И прощались с Россией, Как будто вчера. Что сказать сыновьям, Не видавшим России, Как назвать эту боль По родным берегам, По церковным крестам, Невысоким осинам, И чуть видным в тумане Огромным стагам, Нам отпустят грехи Комиссары пред смертью, Наши раны в ту ночь Перестанут болеть, И Россия взойдет Над могилой засветит, И полярной звездой Будет в небе гореть. И Россия взойдет Над могилой засветит, И полярной звездой Будет вечно гореть. Моей любимой книжке, Я думаю, ее не я один люблю, Называется она «Приключения Незнайки и его друзей». И была считалка, Которую Незнайка говорил «Эни бени рест твинтер финтер жест, Эни бени ряба твинтер финтер жаба». Я вот эту считалку Переложил, так сказать, На некоторые наши военные посиделки. Но там упоминается слово, Например, «триада». «Триада» – это три вида Ракетных, не ракетных, А ядерных вооружений. Это ракеты, подводные лодки, Там и стратегическая авиация и так далее. Ну, в общем, понятно. Мы собрались на пельмени, Мозговой армейский трест, Эни бени, эни бени, эни бени рест. Все разведчики из Интер Повскакали с мест, Что решим мы твинтер финтер, Твинтер финтер жест. А слубянки едут в танки, Эни бени фыр. Вы был тише, чтоб в загранке Думали про мир. Вот мы сели, вот мы съели, Выпили в пресес, Эни бени, а косели твинтер финтер жест. Мы сейчас еще по разу, Эни бени ух, И крылатые заразы, Твинтер финтер бух. А потом, без всяких лекций, Чуть добавим, что Их мобильные МЭКСы, Эни бени, стоп. Ну, от райдент и подлодки Твинтер финтер буль, Мы заманим русской водкой Намель в Ливерпуль. Вот они и без триады, И ни бени, Мен, А у нас с вином порядок, И пивко в умен. И с горючей этой смесью Твинтер финтер мать, Мы в Нью-Йорк, мол, Выпьем вместе, Хватит воевать. Вот как можно Эни бени Вывесть мир из тьмы, Если сядут за пельмени Светлые умы. Здесь присутствуют Еще одни мои дорогие друзья. Это журналисты, Которые непосредственно Связаны с войной. Сапкор, например, Наши газеты «Правда» В Афганистане в период войны Вадим Акулов не пришел, По-моему, но должен был прийти Сапкор известий в те времена. Ну, мне хочется Какую-то журналистскую песню, Но все-таки личную. Так получилось, Что с одной из девочек, Будущей журналистской «Правды» Мне пришлось работать, Когда она еще училась в школе, С девятого класса. Вот. А потом, когда она уже Пришла в газету, И однажды поздно, Вечером приходит ко мне В кабинете, В кабинетик, И говорит, да. А для меня, говорит, В завтрашнем номере Статью напечатали. А я еще не видел Завтрашний номер. А обычно, кстати, Газеты тогда выходили Вот накануне, То есть не утром, Как бы, А поздний вечер Предыдущего дня, да. Я еще не видел эту газету, А там статья называется «Для галочки». Для галочки я землю рогом рыл, Для галочки пуху матом крыл, Но галочка уехала в Нью-Йорк, Где хай вселенский И всемирный торг. Для галочки послание пишу О том, что я с другими Не грешу. Прекрасная еврейка, Меня ты пожалейка, Не то я снова башни порешу. Но галка отвечает, Что мормон Берет ее четвертою из жен. По ихнему закону С гаремом спят мормоны, Чем я чрезвычайно раздражен. Для галочки в Нью-Йорк Я полечу В ракете по прицельному лучу И подорву мормона Напротив их ООНа И к Трампу в белый домик постучу. Скажу ему, зачем, товарищ Трамп? Ты не дал визу, Не поставил штамп. Я прилетел туристом И сделал дело чисто, Как твой учитель Завещал Майнкамп. Для галочки Ответит Трамп и я. Вас обижаю, Русские друзья. Ее родные, кстати, Сидят в моем стенате. Для галочки Повесить их нельзя. Ну что ж, Тогда и я уменьшу прыть. Для галочки Закончу землю рыть. Пускай хоть с эскимосом Живет она раскосым. Для галочки Все это может быть. Ну вот, да, Я же говорил с эскимосом, Я вот сейчас Перед нашим выступлением Съездил На родительские могилы Город Шуи Ивановской области. И хочу спеть песню, Которая касается Именно Шуи. Ну, такой небольшой городок, Сейчас там, по-моему, Тысяча семьдесят. Был пединститут, Который, конечно, Стали называть Университетом. Там упоминается Слово Эггер, А это Построили какой-то Зарубежный завод На основе Фенолформальдегидов, В общем, Оторвляет до конца Шую. И, кстати, интересно, Все вроде уходят, А вот эти Всякие химические, Вредные предприятия, Никто из России не уходит. Они продолжают Оторвлять там. Ну, не важно, В общем, Песня о Шуи. А мне уже немало лет, Хоть и судьба порой голубит, Но Шуйский университет Меня уже все реже любит. Тогда, какого же вражнам, Я тороплюсь вернуться в Шую, Там без меня цветет весна, Весна над городом бушует. Подруг все меньше И друзей, Которых в песнях я вославил, И краеведческий музей Меня в запасники отправил, И на катке, Что у моста, Катаюсь я один, Как бука. Зачем хожу я в те места, Где поломал судьбу и руку? Всему свой срок, Своя статья, Гуляет с Эвером в предместье Моя гражданская семья, Газета Шуйские известия, Прости, прощай, моя семья, Газета Шуйские известия, Тогда, какого же вражнам, Я тороплюсь вернуться в Шую, Пусть без меня цветет весна, Весна над городом бушует. Вот почему-то, Когда мы были этими мальчишками-курсантами, Ну, у каждого было какое-нибудь прозвище. Но это неудивительно. В любом мужском коллективе Прозвищ всегда много, да? Но почему-то у нас, У многих довольно, Были прозвища из мультфильмов. Вот я сейчас пою одну из песен Про Бонифация. А вот, например, У меня было прозвище Вахмурка. Почему Вахмурка? Ну, тоже какой-то фильм был. Приключения Вахмурки. Горжемелик или что-то такое, да. А вот Бонифация, Это Валера Сенькин, Это не самый умный человек Был среди нас. К сожалению, он ушел уже Из этого мира. Поэтому эта песня чисто шуточная. А предыдущая песня о нем называлась «Футболист, хоккеист и балбес». Он еще просил, «Витя, ну спой про меня, Спой, футболист, хоккеист и балбес». Наш общий друг по кличке Бонифации Пошел служить в ракетные войска. Не отсуждайте, если вам семнадцать Свалять несложно в жизни дурака. Он и не хотел командовать и строить, Бои готов, нас не желал крепить. Искал друзей, чтобы было ровно троем, Потом искали, где б ее купить. Но закален в сражениях картежных, Он мог не спать три ночи и три дня. Немало дев в любви неосторожных, Чуть и не сгорели от его огня. В РВСН такая дисциплина Любому в пору ноги протянуть, А в голове то Оленьки, то Нины Пить или не пить, ударить или поснуть. А ну ударь, а ну-ка вдаль, Попробуй, отматерись машинным языком, Гори огнем и службой и учебом, Мы с Бонькой здесь от третьего найдем. Наш общий друг по кличке Бонифаций Пошел служить в ракетные войска. Не осуждайте, если вам семнадцать Свалять несложно в жизни дурака. Песня, которую я очень люблю. Думал, что она совсем устарела, А сейчас... Ну, вообще она называлась, Когда я писал Песенка капитана из Чечни. Вот и весь служебный рост На погонах восемь звезд, А хожу все годы В командирах взвода. Я меняя округа Бил условного врага, Но с годами чаще Враг был настоящий. Я в Абхазии бывал, В Приднестровье воевал, Я верхом на танке Ездил по таганке. Я стоял на рубеже, Спал с овшами в блинаже, Я копал окопы Посреди Европы. Не давала ордена Удивленная страна, Умный, мол, ворует, А дурак воюет. Я не робок и не слаб, Я отнюдь не против баб, Но с моим окладом Им меня не надо. Я под вечер или в ночь Выпить водочки не прочь, Это тоже дело, Если нет обстрела. В общем, я такой, как вы, Из Тамбова или Москвы, Разве что контужен И никому не нужен. Юра, к тебе это не относится. Ты нам нужен. Это парень, который воевал в Донбассе После тяжелой контузии, Сейчас даже водку не пьет. Как же должно контузии, человек? Буквально две недели назад, Даже чуть меньше, 7 ноября Исполнилось быть 90 лет Виктору Павловичу Куценко. Некоторые в этом зале знают, Про других я скажу, Для других скажу несколько слов. В принципе, он генерал-инженер. Он много служил в Афганистане, Причем как бы в афганских войсках, Был советником, Начальник инженерных войск. Очень много там воевал. Прекрасный вот бард, Великолепные песни его, Великолепный художник. Представляете, вот сколько у него, да? Замечательный поэт сам писал. И вот что он меня главное научил, Это любить Афганистан, Любить афганцев, Вообще любить вот те национальности, Которые мы иногда Так, пренебрежительные там, да? Ну, там, таджики, там, и все. А вот афганцев он так искренне любил, Что я ему однажды написал песню. Называется, Вновь над Кабулом восходит звезда. Это, в общем-то, все это навеяно его, И в его памяти я сейчас это исполняю. Там не совсем понятно несколько слов, Они на ужасное произношение, Но, в общем, так. Бурубархай, Это значит счастливого пути. Поэтому вот афганцы иногда, И наши ребята называли машины Бурбухайки. Потому что на них обычно написано Бурубархай, счастливого пути, да? Шурави, это значит советский, Советский войн, да? Иншалла, это так угодно Аллаху. Вновь над Кабулом восходит звезда, Хлопает в лонду ли дверца. Разве я мог не вернуться туда, Где похоронено сердце? Крик мой дзинов и мат часовых, Четки стучат, словно пули. Я на Руси еще числюсь в живых, Сердце осталось в Кабуле. Бурубархай, Шурави, иншаллах, Девушка мне говорила, Два наших сердца Навек приняла В дару лямане могила. Пусть над Кабулом с горы Осмаил В небо полять иноверцы, Вы победили, родные мои, Я схоронил свое сердце. Вновь над Кабулом восходит звезда, Хлопает в моду ли дверца. Как я могу не вернуться туда, Где похоронено сердце? Разве я мог не вернуться туда, Где похоронено сердце? Так, ну и сейчас будет Последняя песня до перерыва. Перерыв мы объявим Примерно минут на 15. После перерыва Нас ждут, я надеюсь, Какие-то сюрпризы, Некоторые привычные. То есть первые три песни Споет моя дочь Мария, Но не за то, что моя дочь, Из-за того, что она гораздо более популярный Исполнитель, чем и я. Но по сути, мой концерт, То с нее трех песен хватит. А я хочу спеть шуточную песню О ракетных войсках, И понимаю, что нормальный человек Может подумать и сказать, Что отчего над этим шутить-то, Песню про ядерную войну. Но мы тогда их называли Песни протеста. И потом были очень тревожные ситуации, И мы это пили, А ядерной войны не произошло. Вот сейчас, я думаю, Мы так стоим близко К реальному ядерному конфликту, Как, может быть, Только в годы Карибского кризиса стояли. Но! Но! Но было еще несколько ситуаций, Когда ракетные войска Переходили в повышенную боевую готовность. И вот я хочу сказать, Я много потом уже журналистом работал Именно в ракетных войсках. Ведь это не так, Что ты сиди более внимательно, Это твоя повышенная готовность. Нет! Это значит, Что ты практически без выходных Ходишь на дежурство, Боевые смены увеличены, Идут бесконечные тренировки, Когда ты не знаешь буквально, Вот сейчас это, Боевой будет пуск или такой-то, да? Была, помню, еще лет 30 назад, Большая эпидемия гриппа, Все болели. Но была повышенная боевая готовность, И все больные там в 40 градусов сидели. Я к чему клоню, Что сейчас уже больше полугода Наши все стратегические силы, И ракетные войска уж в первую очередь, Они находятся вот в этом состоянии. И когда мы гордимся нашими героями В Донбассе, в Херсоне, в Луганске и так далее, Мы должны помнить, Что сейчас вот этим ракетчикам Тоже очень тяжело, очень тяжело. И когда, если дойдет до дела, То спасут только они. Встречаю Новый год у телевизора, Где женщина танцует в парике, Пока моя ракетная дивизия Еще не переходит в ПОВБГ. А перейдет, и все вокруг изменится, Окончится бравурный перепляс, И женщина красивая оденется В красивый номерной противогаз. Я телек унесу в бомбоубежище, Я сяду возле черной кнопки пуск, Изделие красивое и нежное В Америку отправить срочный груз. И в этой вот дуэльной ситуации, Покуда не дошел ответный залп, Я на экране радиолокации Увижу танцевальный телезал, Танцуют минетмены и титанчики, Сержант, поларис, атлас, посейдон. В Америку звоню, здорово, мальчики, Физкульт, привет, звучит в ларингофон, Я спрашиваю, как изображенец, All right, ушки, в ответ, And что у вас? Изделия находятся в движении, And мы пустили весь боезапас, А я кричу, какую вижу женщину? Они кричат, не слышим, повторим, Телекран до черточки уменьшенны, Со мною синим пламенем горит. Встречайте Новый год у телевизора, Вам женщина станцует в парике, Но знайте, что ракетная дивизия Готова к переходу в ПОВБГ. А перейдет, и все вокруг изменится, А кончится бравурный перепляс, И женщина красивая оденется В красивый номерной противогаз. Спасибо. Отдыхаем, пьем, курим через 15 минут, Еще немножко пообщаемся. Спасибо. 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 Спасибо.